Сегодня у этих 14-летних юношей и девушек ответственный день. 12 декабря 2013 года они получают основной документ, удостоверяющий личность – паспорт. Примечательным для ребят этот день стал еще и потому, что совпал с празднованием 20-летия принятия Конституции Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспортов прошла в здании законодательного собрания. Собравшихся приветствовал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус. Этот знаменательный день, 12 декабря, день основного закона нашей страны Конституции, очень знаменательный, что Владимир Владимирович, в 20-летие вы сегодня получите основной документ гражданина Российской Федерации – паспорт. Все в жизни получают этот документ и после того, как он, так сказать, на руках становится действительно настоящим человеком, гражданином нашей страны. Во вручении также принимала участие Татьяна Лошаченко – председатель региональной общественной организации «Российский союз молодежи». Из ее рук подростки получили буклет с текстом Конституции, от министра – несколько напутственных слов. Я очень рад, что я получил паспорт и что меня поздравил сам министр спорта. Мне исполнилось 14 лет в ноябре, и получила паспорт – это очень запоминающе, запомнится на всю жизнь. Паспорта на руках, а это значит, вместе с личными политическими и социальными правами у молодых людей появляются и некоторые обязанности. Об этом, а также о пользовании основным документом, его замене и внесении в него дополнительных сведений, юным мамичам рассказали сотрудники Управления миграционной службы. Паспорт нам нужен для того, чтобы хотя бы считать самим себя гражданами Российской Федерации, ведь это сама внутренняя уверенность. Потому что до этого мы были маленькими детьми, а сейчас мы граждане, мы патриоты. И думаю, что паспорт – это удостоверение нашей личности. Сегодня эти ребята стали взрослее. Они строят планы на будущее и хотят участвовать в судьбе своей страны.